Что же у нас с вами дальше? Ну, то, что фундаментальные последовательности, если перемножишь... Так, если сложишь, вы уже поняли, да, что получится фундаментальное. А если перемножишь, почему в таком случае получится у нас тоже фундаментальные последовательности? Сможете это доказать? Обратите внимание, сейчас не можете пользоваться вот этим приемом, потому что у фундаментальной последовательности в ее определении нет предела. То есть ему было хорошо написал, что стремящаяся к числу А последовательность – это А плюс бесконечно малое. Понимаете? А вот теперь давайте такую вещь. Если Альфа и Бета сходятся в себе, то Альфа умножить на Бета тоже сходятся в себе. Ты можешь сначала доказать, что она ограничена? Абсолютно верно. Абсолютно верно. На самом деле, я-то, когда мы говорили про пределы, я думал, что вы так и будете. И про произведение. Но вы решили без этого обойтись. Ради Бога. Итак, Лемма. Если Альфа фундаментальна, то... То последовательность Альфа ограниченная. На всякий случай, тем, кто уже совсем все забыл, что такое ограниченная последовательность. Это последовательность, все члены которой находятся на некотором отрезке. Последовательность называется ограниченной сверху, если есть такое число, что все ее члены меньше этого числа. Последовательность называется ограниченной снизу, если есть число такое, что все члены больше этого числа. Но и последовательность называется просто ограниченной, если есть такое число, что все члены этой последовательности помогли меньше этого числа. Понятно? Да. Действительно, без этой Леммы мы все равно далеко не убежим. Всякая фундаментальная последовательность ограничена сверху. Если мы эту лему докажем, то теорему про то, что произведение тоже сходится в себе, очень легко будет выходить. Для любого эпселона больше нуля у нас существует такое k, что начиная с 0 у нас все члены последовательности находятся друг от дружки на расстоянии меньше, чем эпсел. Но в частности, они находятся все не дальше, чем эпсел от а-катова. Теперь рассмотрим наше число в другом. До а-катова у нас конечное число членов. Не в смысле слева от него, а в смысле а-1, а-2 и так далее. Среди них, значит, нужно взять наименьшее и наибольшее. Это как-то расположено. Среди любого конечного числа чисел, в любом конечном множестве чисел, обязательно есть наименьшее и наибольшее. И, кроме того, можно взять отрезность точки А-каты с радиусом эпселона. С радиусом эпселона. Тогда все члены последовательности находятся в объединении вот этого отрезка и вот этого отрезка. Ну, они могут пересекаться, эти отрезки могут не пересекаться, это их проблема. Но, действительно, два отрезка явно являются ограниченным множеством. Ну, там, может, здесь какой-нибудь ограничение, здесь и здесь. Так, понимаете, о чем это было? Нет. Можешь еще раз. Все члены последовательности с номером меньшика находятся вот на этом отрезке. Ну, по определению, потому что это наибольшее. Их конечное количество. Да. Да. А все отрезки с номером меньшика находятся на этом отрезке. На этом интервале. По определению, сходящейся в себе последовательности. Вот. Значит, если мы возьмем их объединение, ну, понятно, из-за отрезок нужно как-то вылезать за пределы экс. Но, в любом случае, их объединение – это тоже отрезок. Ну, их объединение обязательно отрезок? Нет, обязательно. Ну, с помощью первого. Ну, а как ты понимаешь, что находится здесь? Почему? От первого до А-камена? Да, первого. Ну, это жалость-то. Ну, просто нас это не волнует. Ну, или два отрезка. Потому что два отрезка совершенно замечательно помещаются внутрь большого третьего отрезка. Ну, класс. По-честному все поняли? Да. Кстати, он зря говорил про эпсу. На самом деле… Единица. Да. Любое положительное число он мог взять какую-нибудь, не знаю, ту же самую единицу или, там, 2012. Неважно. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Лемба доказана. И теперь теорема. Если есть две сходящиеся в себе, то их произведение будет свой цвет. Немба, которую мы только что доказали, означает следующее. Дальше. Существует такое число, что для любого n а n меньше, чем это число по модулю, и b n тоже меньше. Согласны? Это ограниченность. Дальше. Дальше. По определению, что такое сходится в себе? Для любого положительного числа, для любого положительного числа, что у нас должно быть? Существует такое число k, что для любого n и для любого m, как только они становятся больше или равны k, так сразу выполнены такие неравенства. А, n. Может, все-таки дельта записать? Что? Может, все-таки дельта записать? Как-то… Понимаете, это уже ваше дело потом писать дельта. Ну, хорошо. Понимаете, мне не жалко для вас целого греческого алфавита. Хорошо. То есть, понимаете, это epsilon, delta, tau, какие там замечательные буквы есть? Все ваши. Вот. Пожалуйста. Это не имеет никакого существенного значения. Вот. Важно, что мы это знаем. А должны мы доказать такую штуку, что если берешь а, n, b, n, и вычитаешь а, m, b, m, то, начиная с некоторого момента, это будет меньше epsilon, где epsilon – положительное число. То есть, для любого положительного числа epsilon надо доказать, что существует такое число k, что, начиная с этого числа, верные. Верно вот такое вот неравенство. Итак. Это дано, а это доказать. Вспомните, как Андрей там про пределы. Здесь очень похуже. Какое-нибудь n равно c минус какой-то k? Нет. Почему? Дело в том, что там у него был предел, и поэтому он действительно мог представлять последовательность, как этот предел плюс бесконечно малое. А здесь c, оно имеет очень слабое. Это вот такая вот граница. Наша последовательность вовсе не сходится к числу c. И, скажем, если все члены последовательности меньше, не знаю, миллиона по модулю, то они точно так же меньше и миллиарда. Поэтому таким образом, как ему тогда, сейчас вам число c не может помочь. неравенство. Подумайте. Как оценить такую разность, если у нас есть оценки на числа a, на числа b, на разность a и на разность b. Возьмем достаточно большие n, m, если больше, например, k, для которых выполняется вот это. Да. Вот это, скажем, вот это. Вот это для некоторых отношений b, t и y, которые мы сейчас увидим. Значит, пусть a, n, t равно a, сейчас b, n, t, плюс x, n, t. А, вот, четыре длины, т. Это совсем... Сейчас. Так, вот. Все 100 раз легче. Просто 100 раз легче. Нет, нет, вы не уходите. Я объясняю. Ставить в эту разность минус 4 равно, ставить произведения а, n- . Поняли зачем? Нет. А, Н, нормально, Б, Н, минус А, Н, Б, Н, плюс А, Н, нет, 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 плюс, с минусом вставили, будьте добрее, сразу же его вставить с плюсом, вот его же, то есть М, да, и минус то, что там было, А, Н, Б, Н, идея в том, что в одном месте одно, вдруг, не понимаете зачем, единственное, что все-таки, А, Н, Б, Н, а теперь это же очевидно, здесь за скобку выносится Б, Н, а здесь за скобку выносится, что, да, Б, Н, да, минус, да, Б, Н, ну, может быть, простая штука, если мы сюда навесим модуль, то сюда навешивается модуль, сюда навешивается модуль, и теперь смотрите, меньше чего это будет, это будет Б, Н, у нас меньше С, так что С, дальше Дельта, согласны? Вот и пишите Дельта, дальше, конечно, конечно, 20 Дельта, надо сделать, чтобы это было меньше, чем Эпсимон, правильно? Все поняли? Ну, не знаю, по-моему, абсолютно такая же есть, абсолютно понятная, красивая штука, вот этот прием нужно обязательно запомнить. Когда у вас есть произведение, произведение другое, то вставив вот такую штуку, вы получаете возможность легко все доказать. На следующий раз вы понимаете, что у нас огромная работа по завершению этой конструкции, я думаю, что мы ее даже в следующий раз не успеем, но, тем не менее, сегодня было все хорошо.